Мы продолжаем с вами изучение того, кто же такой эффективный руководитель и функции управления Следующая наша тема – качество и компетенции руководителя Давайте разберемся с этим вопросом Итак, какие качества и компетенции сегодня наиболее актуальны и необходимы компаниям от руководителя Первое – это, конечно, лидерство Профессионализм Обладание стратегическим мышлением Умение управлять изменениями Умение выстраивать отношения и создавать команду Умение устанавливать контакт и общаться Технические и технологические навыки И, конечно, открытить честность и человечность Разберемся с этими навыками чуть подробнее, отдельно с каждым И не просто разберемся, а посмотрим, из чего он состоит И что нужно сделать, чтобы его в себе развить Итак, лидерство – одна из основных и самых важных ролей руководителя в коллективе Умение организовать людей, четкая постановка целей, контроль за своевременным достижением Это та обязанность руководителя, который определяет эффективность работы любой компании Быть лидером совершенно считается необходимым для любого рода руководителей Раньше, возможно, стояли бы, знаете, какие-то hard skills, понимание какой-то специфики бизнеса Но сегодня самое главное – это soft skills Какого рода лидерство требуется в современное время? Вдохновляющее и этическое лидерство Не авторитарное лидерство, соответствующее современным талантам руководителей Ответственное лидерство Лидерство как сочетание искренности, уважения к другим и умения выстраивать доверие в компании Роль руководителя лидера предполагает умение осуществить стратегическое выравнивание сотрудника В соответствии с их уровнем развития и стилем восприятия информации Формировать соответствующее сообщение для каждой из групп, используя соответствующие каналы и способы коммуникации Необходимо опираться в принятии решений на ценности и правила компании, в которой вы работаете Руководитель лидер в любой момент готов взять на себя ответственность за свои поступки и действия своих сотрудников Ну и конечно в 2020 году и в следующие годы компании будут очень ценить руководителей Которые способны проявлять качество лидеров в трудное время и иметь опыт спасения бизнеса в любые времена Как же развить в себе эти навыки? Первое, необходимо повышать свою грамотность в таких областях, как управление Управление персоналом, финансы, маркетинг Изучайте максимально возможное количество деловой литературы Учитесь у своих сотрудников Будьте открыты к принятию интересных и новых предложений Ставьте продуманные и амбициозные цели Обеспечивая исполнителей необходимыми ресурсами Помните, что вы пример Сотрудники смотрят на вас и анализируют ваши поступки Стремятся быть на вас похожими Будьте такими же, каким вы хотите видеть своих сотрудников Профессионализм Казалось бы, ну что тут говорить? На самом деле, постоянное и непрекращающее саморазвитие Достижение опережающих рабочих результатов Используя все имеющиеся у себя знания и навыки Вам необходимо понимать, что необходимо не только приобретать новый опыт Но и делиться с ним, в первую очередь, со своими сотрудниками Помогая им в выполнении заданий Сделать развитие сотрудников своей непрекращающейся функцией Как развить в себе профессиональные навыки? Но первое Необходимо повышать свой уровень знаний Необходимо становиться экспертом в своей области Искать способы повышения эффективности своей работы Главное, делиться с сотрудниками целями Своими мыслями и планами по их достижению Обсуждайте с сотрудниками важные вопросы, над которыми вы работаете Чтобы получить от них экспертное профессиональное мнение Мотивируйте их к развитию Будьте рядом с ними и помогайте при необходимости Стратегическое мышление Стратегическое поведение – это способность Мыслить стратегически и глобально Одно из важнейших управленческих качеств руководителя Выражается через ваше стремление к достижению долгосрочных результатов Используя свой профессионализм и личные качества Вам необходимо развивать способность Транслировать стратегическое направление развития вашего подразделения Ваше стратегическое мышление имеет тесную связь с вашим стилем интегрированного руководства Вам необходимо развивать в себе способность транслировать стратегическое направление развития вашего подразделения Потому что ваше стратегическое мышление непосредственно связано с вашим стилем лидерства Стратегическое мышление – это сравнительно новое требование для руководителей Интерес к этому качеству появился совсем недавно Примерно в последние десятилетия и в данном контексте Вы сможете отдать главный приоритет целям организации Если будете развивать свое стратегическое мышление Соответственно ориентации на сотрудников с точки зрения формирования у них взглядов на стратегию компании И принимая решения, вам необходимо ориентироваться на цели, результативность деятельности Приоритизируя долгосрочные проекты в своей работе Как будем развивать? Ну конечно же в первую очередь использовать свод-анализ Для того, чтобы работать с сильными качествами сотрудников Давая им новые развивающие задания Позволяющие двигаться по отношению к развитию стратегических направлений Поощрять успешное выполнение работы с точки зрения движения к стратегическим целям Заниматься стратегическим выравниванием и мотивировать их на достижение успеха Анализировать причины проблем, связанные с тем Почему стратегическое видение у сотрудников не развивается Вам необходимо оценивать каждую часть ваших усилий, связанных с направлением на будущее С точки зрения сравнивать ее с тем, сколько времени вы тратите на текущее управление Поэтому направляйте усилия на свое будущее И помните, стратегическое выравнивание – это путь к тому, что стратегия станет неотъемлемой частью жизни каждого сотрудника Управление изменениями Ваша способность управлять изменениями – это качество, которое предоставит вам шанс удержаться в лидерах Вам нужно быть двигателем перемен, способным осуществить преобразование реформы, сплачивая команду для решающих изменений Преодолевая личные, командные и организационные барьеры, используя техники преодоления, сопротивления изменениям Умение управлять изменениями понимается не столько к готовностью к преобразующим компанию факторам Сколько к способностью постоянно жить в текущем переходном состоянии множества параллельно идущих на разных стадиях изменений Вы, как руководитель, обязаны быть агентом перемен Настроены на постоянное совершенствование На постоянное выстраивание своей цели Налаживание процессов и систем Совершенствование отношений Увеличение доли рынка и роста продаж Ну и, конечно, как всегда, мы про лидерство не можем не сказать Развитию лидерства У вас должна быть возможность Вернее, не так Она есть у вас возможность стать тем, кто принесет изменения за собой Кто сможет стать лидером этих изменений И постоянно интегрировать людей в эти изменения Помня, что меняются не компании, а меняются сотрудники Как нам развить? Безусловно, это обучаться предмету управления изменениями Внедрять в свою практику использование наиболее практических и эффективных инструментов управления изменениями Быть в курсе всех происходящих изменений в компании Правильно и быстро и, самое главное, эффективно диагностировать уровень или стадии, на которых находятся сотрудники по отношению к наиболее важным изменениям, идущим в компании Являться проводником смыслов и изменений Создавать команду Это, наверное, важнейшее качество руководителя Вам необходимо быть способным способствовать организации, сбору, сплочению идеальной команде Идеальное умение не просто собрать, но и возглавить людей, чтобы ваша команда слаженно работала И вы, как лидер, собирая команду исключительно по сильным своим лидерским качествам для того, чтобы вести ее вперед В одиночку никто не выигрывает Современный руководитель должен ориентироваться на свои интересы, а на развитие коллектива через свои интересы Вам нужно стать командно ориентированным Постоянно работать в многогранном, многозадачном режиме Руководить без чинов и регалий, используя стили лидерства и уровни развития сотрудников Выдерживать постоянное напряжение и заботиться о тем, чтобы ваши участники команды не выгорели И все это с широкой улыбкой на лице, в общем и открытом для всех офисе Современная команда в целом – это слаженный коллектив людей, в котором есть общая цель, к которой все стремятся Главная обязанность руководителя – развивать этот коллектив Знать о том, как развиваются сотрудники, а соответственно проецировать на то, как развивается команда В этом ключе главной функцией становится мотивация сотрудников Способна своевременно делегировать функции, осуществлять разумный контроль за выполнением заданий И особенно важно является организация двухстороннего общения с сотрудником И формулирование рабочей субкультуры в вашем регионе Сейчас важно быть командным игроком, то есть уметь сыграться с другими И во время этому будет удаваться все больше и больше значения Командные навыки и управление, соответственно всеми переменами Это сделали вас наиболее незаменимым руководителем Как же развивать в себе умение создавать команду? В первую очередь – это давать обратную связь Об этом мы сегодня поговорим еще более подробно Проводить эффективные совещания, не нагружая сотрудников ненужными встречами Развивать и уделять внимание корпоративной субкультуре в вашем регионе Управлять конфликтами Работать над выстраиванием отношений с людьми Управлять распределением обязанностей Они должны соответствовать профессиональному опыту и должности сотрудника Проявлять лояльность к разным точкам зрения Конечно, необходимо поощрять самостоятельное принятие решений И уделять время новым членам команды Помогайте им влиться И, конечно, здесь важен следующий навык главного руководителя Устанавливать контакты и общаться Руководитель-лидер необходим обладать даром убеждения Умением преподносить себя и свои идеи Интеллектуальной способностью общаться с самыми разными руководителями С самыми разными аудиториями В том числе как внутри подразделения, так и с клиентами вовне Задачи неспростые Ведь сейчас заинтересованных людей гораздо больше, чем было прежде И чтобы убеждать самые разные аудитории И осведомленные, и отчасти не владеющие информацией Как внутри компании, так и вне Вам необходима гибкость умения стиля Вы должны быть готовы так работать, чтобы своим поведением влиять на развитие бизнеса И клиентов, в том числе повышать ценность того, что вы делаете в глазах клиентов и сотрудников Вам необходимо научиться поддерживать отношения как внутри компании, так и за пределами Умение презентовать себя и компанию необходимы ключ к успеху для того, чтобы достигать цели И, кстати, вам придется часто выступать перед неподатливой аудиторией Вполне возможно, что вам будет сначала некомфортно, но этот навык необходимо в себе развивать О том, как его развивать, мы как раз сейчас и поговорим Так вот, необходимо развивать коммуникативные и коммуникационные навыки Необходимо практиковаться, готовиться, репетировать свои выступления, учиться использовать аудиовизуальные эффекты Тренировать навыки невербальной коммуникации, ораторского мастерства, создания и выступления с презентациями Причем при всем этом относиться к критике адекватно и использовать полученные данные в виде обратной связи Как для профессионального роста, чтобы развить свой авторитет и повысить свой профессионализм Ну и, конечно, необходимо обеспечить двустороннее общение с сотрудниками Технологические или технические навыки Вам, как руководителю, необходимо иметь полную осведомленность в области применения всех современных технологий Для реализации своей функции как руководителя Понимать, какими еще технологическими способностями, способами, программами Можно ускорить достижение своей цели и результат Вам необходимо развивать техническую и технологическую грамотность Руи, как руководителя, должны понимать, какую роль в вашей компании играют технологии и как их применять Значимость многих технологических навыков, наоборот, возрастает, особенно в сложившейся обстановке Как развивать? Первое. Необходимо повышать свою компетентность в использовании современных технологий Дальше. Необходимо уметь пробовать применять на практике современные IT-решения Установить тесный контакт с IT-департаментом для того, чтобы вы могли повышать свою компетентность И быть в курсе абсолютно всех новаций, которые будут вводиться через IT-департамент Являться пользователем всех банковских IT-систем и особенно продуктов для клиентов, которые постоянно развиваются И работать над их совершенствами Когда вы сами будете использовать продукты для клиентов, вам будет понятно, как они работают И вот мы незаметно перешли к открытости и честности Руководителю в управлении важны нормы морали Вам необходимо опираться на правила и использовать их деятельности Сегодня становится нужным, чтобы во всех ситуациях вы поступали в соответствии с ценностями И с теми правилами, которые приняты в обществе и компании Открытость. Вам необходимо уважительно относиться к каждому сотруднику В коллективу тоже, в чем-то в целом Необходимо работать над развитием способности добиваться расположения сотрудников А также держать слово и всегда выполнять обещания Разумеется, честность Нельзя назвать честность специальным навыком Но репутация вас как человека, который всегда соблюдает этические нормы Ценится, по словам экспертов, очень высоко Вам требуется этика вне сомнений И хотя раньше на этом акцента не делалось Сейчас вопрос репутации вышел на первый план Личная честность, соблюдение этических норм стали намного важнее Ведь информация стала распространяться максимально быстро Как же развивать? В первую очередь это навыки вербальной и невербальной коммуникации В процессе разговора показывайте, что вам интересна беседа Не отстраняйтесь и не уходите в свои размышления Внимательно слушайте собеседника Периодически подтверждая невербальными сигналами Интерес к предмету разговора Чтобы проверить, поняли ли вы все то, что вам говорят Спрашивайте, переспрашивайте, повторите Или попросите подтвердить, что вы все правильно поняли Задавайте вопросы Прислушивайтесь к эмоциональному состоянию человека Не спешите дать ответ Переспрашивайте, чтобы наиболее точно уловить смысл сказанного А чтобы понять вообще другого человека Включите фантазию и попытайтесь поставить себя на его место Попытайтесь, постарайтесь понять его переживания Помните, что очень важен зрительный контакт При необходимости отказывайте Учитесь говорить нет Сделайте это своей неотъемлемой чертой Учитесь отказывать четко, чтобы у собеседника Не осталось сомнений в окончательности вашего ответа Обязательно аргументируйте свой отказ Ну и, конечно, важно исполнять все то, чему вы учите самим Учитесь отказывать четко, чтобы у собеседника Не оставалось сомнений в окончательности вашего ответа И обязательно аргументируйте это Важно самому исполнять то, чему вы учите других Не бойтесь попросить прощения, если виноваты И будьте снисходительны к окружающим Теперь бы мне хотелось, после того, как мы узнали с вами, насколько и какие качества требуются от руководителя сегодня, чтобы вы сделали свою самооценку Для того, чтобы оценить себя по десятибальной шкале, где единица минимум, а десятка максимум Как раз по этим чертам Лидерство, профессионализм, обладание стратегическим мышлением, умение управлять изменениями, умение выстраивать оценку и создавать команду Умение устанавливать контакт и общаться, технические и технологические навыки, открытость и честность Ставьте, пожалуйста, на паузу и после выполнения возвращайтесь к просмотру нашего видео Мы с вами поговорили о том, какие важные навыки и компетенции сегодня необходимы руководителям Действительно, важно быть не просто руководителем, важно, как было сказано, быть еще и эффективным руководителем Кто такой эффективный руководитель? Как повысить эффективность? Может быть, вы скажете мне, что эффективность это талант? Или вам больше нравится понимать, что эффективность это совокупность знаний, навыков, опыта и способностей? Чтобы стать эффективным, необходимо множество качеств, мы сегодня их с вами рассмотрели И на протяжении вашей карьеры у вас будут постоянно возникать потребности в новых качествах, а прежние могут утрачивать свое значение Но есть некоторое количество качеств, знаний, умений, которые универсальны, по которым можно определить эффективного руководителя Именно определением этих качеств мы и займемся с вами на следующем уроке Подведем итоги Мы узнали с вами о тех компетенциях и о тех навыках, которые сегодня наиболее востребованы компаниями относительно руководителей И у вас есть возможность провести самооценку того, насколько вы соответствуете самым современным требованиям к руководителю Субтитры создавал DimaTorzok